В ботаническом саду готовится к пассивной. Сажать будут те растения, которые уже почти не встречаются в Прибайкале. Сотрудники ботанического сада называют этот процесс реиндуцированием. Его начали осваивать несколько лет назад, когда на территории Иркутской области стали исчезать многие виды цветов. Например, всем известные башмачки или алтайский лук. Ученые выезжали туда, где растут эти растения, собирали семена и вращивали на грядках. Затем созревшие луковицы в больших количествах опять вывозили в естественную среду. Но зачастую этот процесс затягивается на несколько лет. Башмачками уже сложнее. То есть, если мы собрали семена башмачков, то, во-первых, их сложно вырастить. Во-вторых, когда они зацветут, это пройдет лет 18, наверное. Сейчас в ботаническом саду более 2000 сортов различных растений стараются выращивать в основном те экземпляры, которые необходимы для научной работы. Место в теплицах ограничено, и каждый кусочек земли на вес золота, говорят биологи. У нас здесь, наверное, около 16 видов растений, которые занесены в Красную книгу РСФСР, бывшие, и где-то 42 вида, которые занесены в Красную книгу Иркутской области. В теплицах ботанического сада растут и приезжие растения. Их завезли с Дальнего Востока, Северной Америки и Европы. Меологи наблюдают, как маньчжурский орех, миндаль, хурма акклиматизируются в Сибири. Наталья Ветрова, Дмитрий Черный. Новости АСБ Кал-ТВ.